Здравствуйте, дорогие друзья! О ноже Беккер Плюс Геккай дизайна Шарля ДБЭ поговорим сегодня на канале сети ножевых магазинов Мессер Мессера. Все последнее время компания Беккер под своим брендом Беккер Плюс вот такие вот небольшие ножи поставляет в довольно-таки крупных коробках. При этом вот содержимое коробки, ну, прямо скажем, не какое-то, чтобы очень впечатляюще. Помимо самого ножа и ножен, в которых он поставляется, есть две вот такие бумажки, силикагель, некая такая защита для кончика клинка. Ну, кстати, я бы так сказал, что удобная штуковина, если вы храните нож в коробке. Вот так все это будет. И вот такая отдельная клипса, которую я даже не стал открывать, предназначенная для крепления вот этих ножен на пояс. Ну, и так скажу, что меня здесь в первую очередь сильно удивило, это то, что вот практически во всех подобных ножах от компании Беккер вместе с вот такой вот клипсой есть еще и специальная цепочка для того, чтобы какие-нибудь подобные ножны из Кайдекса крепить на шею. А вот тут этой цепочки в комплекте почему-то нет. По не до конца для меня понятной причине к этому ножу не поставляется традиционная для ножей Беккер Плюс подобного класса цепочка для ношения на шее. Я не то чтобы особый фанат ношения таких вот ножей на шее, но, скажу так, носить их на поясе мне, честно говоря, кажется еще более неудобным. По крайней мере, в большинстве климатов, когда куртка прикрывает полой нож, размещенный на поясе, мне этот способ кажется совершенно неудобным. Ну, а в плане ношения на шее, да, тут, в общем-то, все понятно. Нож висит, болтается, вынимается, и вот он у вас в руках. В принципе, при необходимости вы можете его перевесить на куртку, даже если эта куртка зимняя, длинная, и в любой момент пустить в дело. Еще одна отличительная особенность этого ножа заключается в его толщине, потому что здесь аж 4,8 мм. Причем, как вы можете видеть, здесь и клинок по толщине очень сильно похож на рукоять. То есть сделано, да, вот такое вот фальшлезвие сверху. Но, тем не менее, не надо обманываться. Клинок у ножа, ну, прям действительно очень и очень толстый. С одной стороны, конечно, для ножа с длиной клинка в 82 мм, что, в общем-то, и для складного ножа-то было бы не особенно много, а уж тем более для ножа с фиксированным клинком, можно сказать, что эта толщина несколько избыточная. С другой стороны, не могу не отметить, что на достаточно многих ножах, которые сделаны вот так вот из одного куска стали, или скелетизированных ножей вот такого же рода, такая толщина клинка не является чем-то удивительным. И связано это, конечно, в первую очередь с тем, что если вы не предполагаете на таком ноже устанавливать какие-либо накладки, то вам бы, если бы вы хотели сделать гораздо более тонкий клинок, пришлось бы более тонкой делать и рукоять. Да, иногда прибегают к каким-то хитростям, типа с выборками непосредственно вот такими большими достаточно по клинку, и клинки бывают несколько тоньше рукояти, но все-таки это всегда достаточно толстые клинки. Здесь с вами будут разговаривать о некой универсальности, тактическом применении, возможности ударной работы и прочими такими вещами, но в первую очередь, конечно, я думаю, что это дизайны, придуманные ради некоторой технологичности производства. И Гекай, на мой личный взгляд, именно такой нож. Весь нож сделан из стали D2, заявлено 61 единица по шкале Роквелла, и в принципе, надо сказать, что он не очень так, чтобы особенно как-то скелетизированный. Сделано два вот таких вот отверстия, но думаю, что сделано это потому, что у ножа довольно точно просчитан баланс. Вот так вот, примерно как у любого складного в дальний конец под пальцевой выемки, которая здесь присутствует, то есть берешь вот так вот в руку, нож ощущается сбалансированным чуть-чуть в рукоять, вполне комфортно. Надо сказать, что, конечно, при этой длине клинка ножа, нож ощущается таким довольно управляемым и вертким в руке. В плане хватов, ну, понятное дело, что руку здесь наполнять, по сути дела, нечем, но, по крайней мере, расстояние на рукояти достаточное для моей средней мужской ладони. Я думаю, что, ну, если у вас, допустим, не 9, как у меня, сантиметров, а 10, то, скорее всего, вам размера этой рукояти тоже вполне себе хватит. Ну, и понятное дело, что ввиду своей конструкции нож не ощущается каким-то тяжелым, а вот что я в нем чувствую, не могу не вернуться к этому вопросу, он для меня ощущается каким-то сильно ломообразным. Из-за этого все время хочется проверить, он вообще режет или нет. Здесь у ножа чуть подогнутые спуски, и поэтому, в принципе, получается, что когда вот так вот ты режешь, ну, допустим, вот такой шнур, каких-то особенных проблем не возникает. То есть, ну, да, это может быть не самый идеальный рез, который, в принципе, бывает, но, тем не менее, это вполне рабочий в этом смысле нож. То есть, а при такой толщине клинка и не очень высоких спусках режет он, может сказать, что вообще отлично. Кайдексовые ножны, в которых нож поставляется, сделаны на такой довольно старый манер. То есть, с двух сторон есть такие места, в которые вставлены люверсы, и это имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Да, понятное дело, что подобный нож удобнее будет крепить паракордом всякими разными способами, потому что люверсов здесь есть достаточное количество. В принципе, понятно, что здесь есть специальные клипсы, которые поставляются для ношения на поясе, но ее можно использовать не только так, тоже можно крепить нож куда-то и с ее помощью, и понятно, почему так сделано. Но, честно говоря, когда речь идет о вот таких вот небольших ножах, я предполагаю, что их бы было весьма удобно носить в кармане, но если бы все-таки ножны были сделаны, знаете, как сказать, с одной стороны, просто один кусок кайдекса загнут, а с другой стороны есть люверсы. Вот тогда бы было бы гораздо компактнее, и, наверное, где-нибудь в кармане было бы носить гораздо удобнее. Впрочем, я думаю, что, исходя даже из комплекта поставки, можно вполне себе понять, что авторам такой способ ношения, видимо, просто не предполагался. Должен сказать, что у немецкой компании Бекер ножей вот такого типа, ну, то есть вот таких вот так называемых скелетников, или просто ножей, сделанных из одного куска стали, довольно-таки много в ассортименте, и сказать, чем вот этот конкретный нож Гекай, ну, как-то так уж особенно выделяется, я лично не могу. Я немножко попробовал поделать им какую-то минимальную работу, и, в общем, честно так скажу, ничего особенного для этой категории ножей для себя не ощутил. Разве что некоторый такой довольно приятный вот именно вот к этому, в руках дизайн. То есть нож такой, знаете, получился неплохо сбалансированный, довольно верткий. Ну и, пожалуй, можно сказать, что для тех, кто вообще такие ножи любит, это нож, конечно, симпатичный, потому что, ну, очень много существует ножей такого плана, которое, ну, прямо скажем, вот с точки зрения внешнего вида, не просто не цепляет, а производит весьма и весьма отталкивающее впечатление. Тут такого нет, вроде бы, как такая традиционная классика. Ну, так, по крайней мере, можно как-то было бы назвать этот нож. И если вас привлекают подобные вещи, то на этот нож можно обратить внимание, благо стоит он достаточно недорого, и если вы такие вещи любите, то почему бы, в общем-то, и нет. С вами на канале Мессер Мессер был Залеваха, надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.